Дорогие наши телезрители, вы снова проведете это утро в моей компании. Чему я лично очень рада. На календаре вторник, 4 октября. Давайте начнем, как всегда, с новостей, но сегодня они у нас несколько иные, чем обычно. Сегодня начнем с народного календаря. Итак, по народному календарю этот день назван Днем Кондрата, Матвея и Игната. Вот такое название этого дня. В этот день было принято завершать все приготовления к предстоящей зиме и заниматься земледелием. Почему бы нет? Сидение без дела считалось дурной приметой. Не поработаешь, как говорится, не заработаешь. Ну, это, мне кажется, у нас вечный девиз на всю нашу жизнь. Так говорили наши предки. И продолжается, что по сей день. Также еще 4 октября предсказывает погоду на 4 недели. Если стояла теплая погода, то, внимание, зима почему-то будет холодная. Не знаю, почему вот так народный календарь нам говорит. Ну, а еще сегодня не стоит тратить деньги на крупные приобретения. Радости от таких покупок, увы, не будет. Вот такой у нас небольшой прогноз в начале. А мы надеемся, что вы получите только положительные эмоции от нашей сегодняшней программы. И давайте посмотрим, что ждет нас в ней сегодня. Трехметровый памятник слесарю в Тынде и соревнования на ипподроме в Благовещенске. Какие еще события обсуждали амурчане в разные годы, вспомним в рубрике «День в истории». Можно ли будущим мамам выбрать женскую консультацию и роддом? На этот вопрос тоже ответим. А вот как избежать тревожных состояний и не поддаваться панике, расскажет клинический психолог Антон Будаков. Сделайте свою жизнь проще и приятнее, не беспокойтесь по пустякам. Это уже советы астрологов, а звезды плохого не посоветуют. В гостях нашего утра участники соревнований по настольному теннису среди людей с интеллектуальными нарушениями и специалист по адаптивной физической культуре. Завершим программу обзором социальных сетей. Наше утро продолжается. Спасибо, что остаетесь со мной. В студии для вас по-прежнему работает Алина Спаская. И сейчас мы переходим. В начале программы был народный календарь, а теперь переходим к праздничному календарю. Узнаем, какие праздники и события случились у нас в стране и в мире. Итак, Всемирный день животных. Всемирный день защиты животных, даже такое уточнение у меня есть, отмечается ежегодно 4 октября и был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защите природы в 1931 году. Он несет за собой такой посыл обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей этой планеты. В России важнейшим механизмом охраны природы является, как мы все знаем, Красная книга. И перечень объектов животного мира, занесенных в нее, включает более 400 видов животных. Поэтому давайте в этот день, как ни в какой другой, да и вообще во все остальные, конечно, дни, беречь и охранять наших животных. Потому что надо любить вратьев наших меньших и, конечно, их защищать. Итак, идем дальше. День космических войск России. Ежегодно тоже 4 октября он отмечается. Этот профессиональный праздник приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. И 4 октября 1957 года, если окунуться в историю, военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. И День космических войск, это, конечно, праздник прежде всего тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения и кто осуществляет или осуществлял запуски. Поэтому всех причастных мы сегодня поздравляем. Еще сегодня отмечается День гражданской обороны МЧС России. Гражданская оборона, мы знаем, является основной, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны, выполняет одну из важных функций государства. Поэтому всех причастных, всех, кто работает в этой сфере, мы сегодня тоже от всей души поздравляем. Идем дальше, это возвращаемся к Дню космических войск. А сейчас, в этот день, ровно 1957 году, ровно 65 лет назад, на околоземную орбиту впервые был выведен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Вот такой сегодня день какой-то связан с космосом. Вроде не 12 апреля, но 4 октября, как оказалось, тоже весьма космический день. К неофициальным праздникам переходим. Сегодня день ответов на незаданные вопросы. Если у вас такие накопились, если вы планируете от кого-то получить, наконец-то, долгожданный ответ, сегодня именно такой день. И еще сегодня международный день гудка на флейте. Что это такое, я предлагаю вам разобраться самим. Если надо, загуглите, потому что у нас время ограничено. Я думаю, что вы справитесь с этим вопросом самостоятельно. Вот, праздники у нас сегодня такие. Я вам о них рассказала. А какие еще события произошли в этот день, 4 октября, в Амурской области, давайте посмотрим в рубрике «День в истории». В 2014 году на ипподроме Благовещенска провели конные соревнования на Кубок губернатора Амурской области. Турнир закрыл скаковой сезон. В нем участвовали более 80 человек из Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Свободненского районов, а также гости из Забайкалья, Хабаровского и Приморского краев. Зрители увидели скачки верховых пород лошадей, заезды расистых пород и соревнования по конкуру. В каждом из видов программы победитель получал 50 тысяч рублей. Цех сервисного локомотивного депо украсили металлической скульптурой слесаря. Конструкция составила более трех метров в высоту. Над фигурой работали железнодорожник Виктор Кузнецов и сварщик Владимир Воробей. Мастера использовали листовой металл для создания лица и каски, а для проработки деталей костюма применили проволоку. В день 85-летия образования гражданской обороны в России в столице Приморья провели эстафету. В 2017-м в ней участвовали 13 школьных и вузовских команд. Оценивали действия конкурентов профессиональные спасатели. Участники на скорость надевали защитные костюмы, искали предметы в задымленном помещении, стреляли в цель из пожарного шланга, оказывали первую медпомощь. В 2019-м представители Амурских туристических сообществ и спасательный отряд гражданской авиации отправились в экспедицию. Путешественники выбрали для восхождения горных ребет Эзоб в Сельмджинском районе, который расположен на границе Приморья и Хабаровского края. За четыре дня дошли до отметки хребта 1906 метров. Маршрут пролегал по живописным местам. На пути встречались реки, водопады, пороги, крутые склоны. В прошлом году в Благовещенске провели презентацию комикса об Антоне Чехове в рамках книжного фестиваля «Берег». Над уникальным краеведческим изданием трудились сотрудники библиотеки имени Чехова. Амурские авторы назвали книгу писательским псевдонимом классика – Антоша Чеханте. Из комикса читатели могут узнать не только о путешествии писателя на Дальний Восток, но и интересные факты из истории Приморья. Я думаю, что среди наших телезрителей, а точнее телезрительниц, есть молодые мамочки или только кто собирается ими стать. Так вот, нередко многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли выбрать женскую консультацию или роддом. Ответ на этот вопрос, как всегда, дали специалисты нашего полезного, самого полезного портала «Объясняем.РФ». Наш корреспондент проанализировал информацию и готов сейчас с вами ею поделиться. Итак, можно ли выбрать женскую консультацию и роддом? Можно. Благодаря нацпроекту здравоохранения, женщины, получившие родовой сертификат, могут выбрать, где именно хотят родить ребенка. Региональных ограничений нет. Главное, роддом должен быть государственным. Женскую консультацию тоже можно выбрать самостоятельно. Так, медучреждения получают стимул совершенствовать свои услуги, а пациентка получает конкурентный выбор. С 2021 года родовой сертификат стал электронным. Его сформируют в женской консультации, в которой наблюдается беременная, или сразу в роддоме, если женщина не прикреплялась на ведение беременности. Если женщина рожала не по ОМС, а в платном роддоме, родовой сертификат выдадут в детской поликлинике, где будет наблюдаться ребенок в первый год жизни. Медицинские услуги за этот период предоставляются по сертификату. Сегодня в наше неспокойное время почти каждый из нас испытывает страх, тревогу и, конечно же, стресс. О том, как выйти из такого состояния и хотя бы немного успокоиться, расскажет психолог Антон Будаков. Доброе утро, Антон! Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, ну давайте с вами поговорим со мной, с нашими телезрителями. Я думаю, что вы нам сегодня дадите точно парочку ценных советов, как же все-таки при таком нестабильном и неспокойном времени оставаться с собой в ресурсе, как говорят, по-современному. Расскажите, пожалуйста, с чего начать? На мой взгляд, здесь очень сильно нам всем поможет осознанность, то есть осознанность, понимание того, что мы чувствуем, что я чувствую в данный момент, какие эмоции я испытываю, для чего это важно. Потому что, когда происходит какой-то кризис, мы погружаемся туда, как в омут с головой, и мы там начинаем изучать информацию, начинаем подписываться на социальные сети, и мы прям постоянно изучаем, изучаем, изучаем. Погружаемся еще больше, чем можно было бы. Да, а если мы через осознанность осознаем, что так, а если я здесь целый день это изучаю, то у меня поднимается уровень тревоги, потом поднимается страх, потом паника, и тогда человек сам осознанно дифференцирует информацию, то есть ограничит поступающую информацию в его разум, и тем самым займется какими-то другими вещами, которые ему интересны, полезны, цены. И наша психика, она как компьютер. Если мы загружаем в него всякие страшилки, то потом нам и кошмары выдаются, и сон нарушается. А если осознанно дифференцируем, тогда все становится спокойнее, уравновешивнее и тревога снижается. Ну то есть надо такое некое исследование, да, прежде всего в самом себе провести, что почему я это делаю, да, зачем мне это нужно. То есть правда ли вот, что лучше порой раз ничего не читать, ничего не смотреть, и как-то будешь спокойнее. Да, 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 потому что много-много-много сейчас в наше время поступающей информации, много социальных сетей, много всего, и лишний раз лучше не погружаться. Вот, ну еще немаловажный момент, вот если мы развиваем осознанность, чувствуем, что мы испытываем, что мы чувствуем, то все равно же поступает информация, все равно тревога возникает, все равно страхи возникают. Важно найти, опять же, осознанно, какой-то ключик, который помогает выразить тревогу. Как это работает? Например, в дикой природе животное испугалось определенный гормональный выброс в тело, кортизол, гормон стресса вырабатывается, оно убежало, оно вырабатывало этот стресс. А мы, мы испугались, и мы эту тревогу не можем никуда деть. Ну да, в себе, да, вот она копится. Да, 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 и мы вот так вот замерли. А важно, например, порисовать, вот что, например, идет человеку. Можно просто порисовать каракули, это тоже будет выражение эмоций, тоже будет на физиологии, на уровне тела. Можно потанцевать, можно попеть, можно покричать, да, что есть силы. Главное выбросить вот это все. Да, 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 да. Найти то, что может помочь выбросить. Это раз. А второе, то, что может дать позитивные эмоции. Опять же, прислушиваясь к себе, может быть, человек пошел на природу, почувствовал какое-то расслабление, релакс и так далее. Может быть, дома посидел, книгу почитал. И через призму вот этой вот осознанности найти свои вот эти вот ресурсы в плане эмоций. Хорошо. Вам, как к психологу, стали чаще сейчас обращаться люди? Да. За помощью, да, за консультацией. Люди в каком состоянии? То есть это только на начальном этапе или уже в запущенном? Я понимаю, что вам какие-то секреты, да, нельзя рассказывать? Ну так вот, если статистику, да, да, да. У конфиденциальности есть никаких фамилий и имен, но в общем могу сказать, да. Угу, картина. Сейчас вот раньше было наоборот как-то уже в таком запущенном, я бы сказал, а сейчас в острых периодах. Вот люди какой-то стресс испытали, что-то пережили, что-то узнали, и вот они приходят вот в таком вот растерянном состоянии. Острых стало больше сейчас. Ну и вы, то есть, какими-то, как вот методология, то есть вы разговариваете, либо вы там, не знаю, как-то вот их заставляете чем-то заниматься, или вот какие прям советы им даете? Ну прям комплекс. Сначала я даю выговориться, то есть принять, прожить. Что беспокоит, да, конкретно? Да, там и плачем, и грустим, и злимся, то есть выражаем, проживаем прям здесь и сейчас. Потом уже я использую различные методы и телесной терапии, и системной семейной терапии. Мы делаем, то есть определенные методы по нахождению внутреннего ресурса, как дальше с этим справляться. А потом даю домашние задания. Человек выполняет домашние задания, и потом либо ко мне приходит. Как в школе. Да, 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 да. И мы вот этот процесс проживаем, находим внутреннюю опору, восстанавливаемся, ну и живем дальше. Ну а вообще вот в среднем за сколько можно полностью восстановить человека? Или полностью никогда не получается, можно лишь как-то вот... Ну если какой-то кризис произошел, ну если тяжелый кризис, например, утрата, то тут год нужен, чтобы восстанавливаться. Если, например, какое-то увольнение, ну можно за месяц это восстановить, если человек близко к сердцу. Да, 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 найти какие-то стратегии. То есть в зависимости от интенсивности какого-то переживания и интенсивности именно кризиса вот этого. Хорошо. Антон, а мне интересно, а вот вы сам, как вот вы относитесь ко всем ситуациям? То есть вы вот как специалист себя умеете настроить в правильную волну? Или тоже иногда поддаетесь переживаниям? Или у вас вообще такого не случается? Ага, конечно, случается. Я и тревожусь, и боюсь, и волнуюсь, и злюшу. Все, все, что мы перечислялись. И радуюсь, да. Я такой же человек, да. Только использую определенные методы и потом восстанавливаюсь и настраиваю себя, и медитации, и все, все, все. Все, что я даю клиентам, я и над собой провожу. Слушайте, у нас с вами какая-то веселая беседа получилась, но мне кажется, в это время так и надо. Я думала, мы сейчас серьезно будем разбирать, а на самом деле, ну надо, наверное, все равно попроще к всему относиться. У нас та жизнь одна и здоровье одно. А вот юмор даже на физиологии, он очень хороший такой стабилизатор психики, и он снижает уровень стресса. Поэтому если стресс, можно поржать, и это, ну грубо говоря, поржать. Да-да-да, посмеяться. Посмеяться, и это будет очень ресурсно и полезно. И уровень стресса снижается, когда мы находим какой-то юмористический контекст. Здорово. А вы как пришли в психологию? У вас, ну, по специальности, по образованию, то есть с ранних лет вы хотели, да? Ну, мне было интересно все эти вот такие истории про психологию, про медицину, про развитие, там, про биологию. И как-то я пошел, так одним глазиком в институт медицинский поступил, на клиническую психологию, поизучал, очень понравилось, и вот начал погружаться, 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 и до сих пор погружаюсь. Ну, то есть еще много неизведанного впереди, есть что изучать, да? В нашей сфере можно изучать, изучать, и всю жизнь изучать. Хорошо. А вы только здесь, или вы, бывает, ездите там на какие-то, ну, на обучения, да, на курсы в другие города? Да, обучение и Москва, и Хабарас, то есть на обучение всегда езжу и всегда изучаю, вот, не только здесь. Хорошо. Давайте еще вот про детальное более поговорим. Вот, например, человек, да, у него какой-то панический страх, там, чуть ли не паническая атака, да, есть такие термины психологии. Как вот именно в моменте, если никого рядом нет, себя успокоить, вот если некому, да, помочь, вот, что делать? Как справиться? Ну, тут бы я посоветовал заняться вот телом, то есть дыханием, то есть потому что, когда у нас страх, у нас три реакции на страх, на стресс, бей, беги, замри. Как раз в панической атаке человек начинает куда-то бежать и что-то вот делать. Тут важно стабилизироваться и постараться прям через силу подышать, потому что кислорода в организме мало. Во-вторых, опять же, если человек делает то, что я сказал, там, ищет свои ресурсы, что ему помогает? Может быть, там, покричать, может быть, порисовать, то есть как раз вот выразить вот эту вот эмоциональную составляющую, и это должно помочь. Вот. Ну и в целом это всегда помогает, если это правильно делать, да? Да, да. То есть помогает, по большому счету, принятие своих внутренних состояний, например, тревоги, страха, паники. То есть мне сейчас страшно, я сейчас паникую, но я сейчас что-то буду с этим делать, и это уже дает опору, что человек будет ответственным. Ну, за это ответственен у нас мозг, надо головой понимать, что с тобой сейчас происходит, да? Ну, человек – это такой комплекс, да, и мозг, и эмоции, и в теле там куча гормонов, то есть это все равно комплекс. Но направление, как вот разума, то есть как капитан, мы должны понимать, да, потому что в теле может быть много гормонов стресса, адреналина, и оно там выдает кучу реакций, а на уровне разума мы должны понимать так, что мы хотим свой организм привести в спокойствие и в такую целостность. Вот. И капитан должен быть у руля. Вот на этом позитивном слогане и закончим. Антон, спасибо большое за такую, мне кажется, даже легкую беседу, настраивающую действительно на хороший лад. Мы надеемся, что все события плохие, они в скором времени от нас уйдут, исчезнут, и мы начнем относиться к ним спокойно, да, размеренно. Вот, спасибо вам большое. Спасибо, вам приятно было. Спасибо, что все еще вы остаетесь с нами. Я даже знаю, почему. В студии, во-первых, Алина Спаская, во-вторых, сейчас мы узнаем, что приготовили нам сегодня звезды, что они говорят в этот день, 4 октября. Итак, по прогнозам астрологов, сегодня многие люди склонны тревожиться по пустякам. Даже самых спокойных людей, может, сегодня, могут сегодня одолевать сомнения. Но, мне кажется, друзья, после нашей беседы с психологом, вы уже должны контролировать, научиться контролировать свои эмоции, и будете этим рекомендациям следовать. Еще вторая половина дня будет более удачной, можно сосредоточиться на каких-то интересных делах, может быть, что-то вы давно откладывали, самое время это сделать. И появится возможность решить какие-то практические вопросы, которые сделают вашу жизнь ярче, проще и интереснее. Вот это такой общий прогноз, что говорят звезды для всех знаков зодиака, а что они говорят для конкретно вашего, мы сейчас посмотрим далее. Овны, сегодня вам захочется всем подряд доказать свою правоту. Увы, способы вы выберете не совсем этичные. Постарайтесь не слишком мутовать. Чельцы, вы мастерски справитесь с любыми заданиями. Ничто не будет раздражать и утомлять, наоборот, наполнит энергией. Близнецы, если вы в этот день не разглядите подводных камней в работе, то успеха не видать, как и достижение цели, ведущих к карьерному росту. Раки, звезды обещают день без особых забот и хлопот. Отлично сложатся дела у бизнесменов, рекламных агентов и педагогов. Львы, вам необходимо расставить приоритеты и подойти к разработке этого дня тактически. Если видите цель, то действуйте. Девы, вас ожидают неожиданные денежные поступления. Не спешите в магазин, лучше просчитайте до рубля, на что могут понадобиться средства. Весы, тема любовная, наболела на душе столько, хоть криком кричи. Вопросы денег и карьеры вообще не интересуют. Скорпионы, перспективный день ждет вас, но для того, чтобы удержать шансы на успех, нужно быть на страже своего финансового вложения. Все взаимосвязано, как ни крути. Стрельцы, не мешает найти единомышленников. Если хочется открыть свое дело, в одиночку вы не справитесь с теми задачами максимум, которые себе поставили. Козероги, вы можете оказаться в новой компании, отправиться в дальние путешествия и даже квартиру продать. Вот такие глобальные перемены могут произойти, если пустите энергию в правильное русло. Водолей, звезды советуют беречь себя и свои идеи от посторонних. Возможно, неприятные ситуации, которые приведут к серьезным конфликтам. Рыбы, вам покажется, что синица в руках намного лучше, чем журавль. Довольствуйтесь тем, чего уже достигли. Амурский спортсмен Арсений Манчак стал призером Кубка Татарстана по настольному теннису среди людей с интеллектуальными нарушениями. А Дмитрий Ковтун занял 13 место из 20. Соревнования проходили в Казани. Более подробно о состязаниях нам расскажет Евгения Манчак, специалист по адаптивной физической культуре людей с интеллектуальными нарушениями. И в студии также Арсений Манчак и Дмитрий Ковтун. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Евгения, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, об этих соревнованиях. Что это за соревнования? Я знаю, что ребята представляли впервые, были участниками их. Расскажите в целом подробно о вашей поездке. Ну да, следует отметить, что ребята впервые участвовали в таком соревновании, всероссийские соревнования Кубок Татарстана. Для лиц с интеллектуальными нарушениями, под опорно-двигательного аппарата. И сейчас вывели отдельный класс, это ИН-2. Это люди с синдромом Дауна. То есть ребята делятся по классам, да, еще вот? Я знаю, что у ребят разные классы. Да, ребята делятся по классам, от профиля заболевания. Дима участвовал в классе ИН-1. В его классе были очень сильные соперники. Четыре кандидата в мастера спорта. Два спортсмена с разрядами, со взрослыми. Поэтому конкуренция была очень сильной. Ну, у Арсения было в классе поменьше, так как ИН-2 только вывели в отдельный класс. Это уже утвердили в Министерстве спорта России. То есть их будут делить отдельно уже в классе ИН-2. У него было 10 участников. Делили только на мужчин и женщин. Независимо от возраста, соперниками были как 10-летние ребята, так и 37-летние. Вот мы видим уже, Арсений тянется к медалям. Да, привезли медали. Это что, золото там, да? Бронза? Ну да, Арсений в личном зачете занял третье место. Так. И в командном зачете он участвовал с мальчиком с Чувашей. Они заняли первое место. Арсений, скажи, страшно было на соревнованиях? Нет, не было не страшно. Здорово. А ты сколько занимаешься теннисом? Второго года занимаюсь. Хорошо. Дмитрий, а ты? Тоже второго года занимаюсь. Второй год, да? Второй год. Ну, а ты переживал, вот честно? Ну, были волнения чуть-чуть было. Ну, преодолел. Преодолел. Хорошо. На будущее рассчитываете, что, наверное, будет уже с каждым разом все лучше и лучше получаться? Ну да, получаться, конечно, будет. Хорошо. А скажите, долго время вообще тренировки занимает? Долго тренируетесь перед тем, как поехать на соревнования? Ну, занимаемся мы часто. Да, мы тренировались три раза в неделю, а перед соревнованиями добавили еще две тренировки, а в последнюю неделю даже было две тренировки в день. Ничего себе! Вы, как настоящие спортсмены, да, прям тренируетесь, чтобы достойно представить Амурскую область. Так, хорошо. Давайте поговорим теперь вообще о подготовке Евгения с вами, да? Понятно, что это трудоемкий очень процесс, но вот ребята занимаются с тренером? Да, они занимаются с тренером, мы сотрудничаем с федерацией тенниса Амурской области, у них есть своя команда, и они как бы нам предоставили тренера, вот с ними мы занимаемся. А говоря о соперниках, вообще, вот примерно сколько участников было? Много бороться? 80 участников было с 12 регионов, это и Самарская, и Оренбургская области, и Республика Саха, и... ну, очень много, да. Ну, конкуренция была, да, большая? Ну, и большое количество спортсменов из Татарстана, конечно. Хорошо. А как Казань-то? Ребята успели погулять? Ну, на обратном пути нам довелось. Мы участвовали на соревнованиях, вообще, 120 километров от Казани. Это поселок городского типа Богатые Сабы, очень красивый поселок. Живописное место, да? Да, живописное такое место, именно как Олимпийская деревня, на спортивные объекты, очень много спортивных объектов, поэтому там и проводилось. Ну, да, на обратном пути нам довелось побывать в Казани, впечатления свои остались, конечно. Ребят, какие впечатления? Красивая Казань? Ну, да, красиво. Где-то были, может быть, на каких-то экскурсиях? Мы были на Казанском Кремле, гуляли, там был кул-шериф, там красивый... Мечей, да? Мечей, да. Здорово. Хорошо. Ну, если еще будет такая возможность, поедите на соревнования? Конечно. Конечно, скромно ответил Дима. Евгения, расскажите, пожалуйста, вообще о подобных рода соревнованиях, то есть давно ли вот у нас такое проходит, вот именно для таких ребят? Ну, у нас в Амурской области второй год развивается этот вид спорта, и как бы мы, побывав на соревнованиях, поняли, что нам нужно идти стремиться, что для таких детей с ментальными нарушениями есть развитие в этом спорте. Угу. Ну, у вас есть какая-то поддержка? Да, Министерство спорта нас поддерживает. Без их поддержки мы бы не попали на соревнования. И, как бы, вот личный вклад депутата законодательного собрания Тюхаева Евгения Анатольевича и Мельникова Николая Николаевича. При их поддержке нам удалось побывать, посоревноваться, посоперничать. Какой-то опыт для себя, да, это колоссальный опыт. Ребята, когда они просто тренируются в зале на одном столе, а там зал располагается 10 столов. Как бы собраться спортсмену, сориентироваться именно на своем шарике, вот на таком, и когда их 10 штук повсюду прыгает, это, конечно, сложно. Тем более для вот таких ребят с ментальными нарушениями. Ну, ребят, все получилось, да? Да. Ребята, все получилось? Да. Хорошо. Вы, наверное, вот с этим шариком и с ракеткой не расстаетесь, да? Это прям ваши атрибуты по жизни. Почему именно теннис? Как? Кто вот привел? Евгения, помогайте. Ну, мы-то вообще занимались 7 лет бадминтоном. А, ну, да. Что-то смежное, да? Да, а тут вот открылась секция, мы решили попробовать. И стало получаться. Ребята уже участвовали у нас в Благовещенске. Была проба пера наших соревнований, такие из Белогорска. А, ну, то есть до таких масштабных соревнований уже было? Весной, да, у нас весной были соревнования, открытые соревнования. С Белогорска ребята с интерната, с ментальными нарушениями приезжали. Поэтому мы попробовали свои силы. Ну, и вот как бы лучшие из лучших. А планы на будущее есть какие-то? То есть дальше продолжать тренироваться и уже выходить на какой-то еще уровень? Либо на следующий год ехать на подобные соревнования? Ну, конечно, сейчас и я, и тренер, мы с ним обучаемся по программе «Спортного уровня жизни». Получаем образование по адаптивному тренеру. Адаптивный тренер будет, я адаптивный инструктор. Ну, чаще всего мы посмотрели, что адаптивными тренерами становятся родители. Ну, вы сама, собственно, мама. Да, которые горят вот этим желанием. И мальчик, занявший первое место, был нам показателем, что мама его стала тренером для него. Здорово, у меня уже мурашки по коже. Спасибо большое за ваше доброе дело. Мне кажется, это действительно важно и ценно. Я вам желаю только дальнейших успехов и развития. Ребята, я вам желаю тоже дальнейших успехов и профессиональных достижений. Ну, и для этого мы создали в нашей области региональное отделение «Спортолит», чтобы ребята не просто участвовали в соревнованиях, в фестивалях, а чтобы они уже участвовали в спорте высших достижений. Здорово. Ну, я вам только пожелаю дальнейших движений. Арсений, даже, видите, Кубка Татарстана не было, но у них другой эквивалент награды. Это денежный приз был. Здорово. Вообще, все хорошо. Арсений, даже показывай. Хорошо. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще, будем ждать с новыми успехами. Спасибо. Нашу программу продолжит рубрика «Область в сети». Что обсуждали амурчане в социальных сетях, расскажет Евгения Хмелева. Здравствуйте. В эфире «Область в сети». Как и чем живет при Амуре в социальных сетях, расскажу я, Евгения Хмелева. Сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. По традиции начнем выпуск самых популярных публикаций нашего телеграм-канала «Амур-ТВ». На этот раз лидером по количеству просмотров стал репортаж Екатерины Талалай о соревнованиях трактористов-машинистов в Константиновке. Конкурс проходил на базе Амурского казачьего колледжа. Для участников подготовили три этапа состязаний. Первый – теория, где их тестировали на знания правил дорожного движения. Второй этап проходил в мастерской. За 45 минут конкурсантам нужно было найти неисправность в тракторе и устранить ее. Третий – самый зрелищный и долгий этап. Фигурное вождение. Видео посмотрели полторы тысячи человек. Кстати, еще одним, судя по просмотрам интересным, посчитали видео также из нашего телеграм-канала. В объектив фото ловушки на побережье заповедника в Приморье попал красавец-тигр. Полосатый вальяжно прошел перед камерой и тут же удалился. Следующая публикация о капризах погоды, которая подкинула жителям Приморья трейлер зимы. Улицы завалило снегом. Он, конечно, растает, но на снеговиков осадков хватило. Поэтому пока одни делятся в социальных сетях фотографиями с золотыми листьями, другие лепят снежные фигуры. Так создать их уже успели жители Тындинского округа и Сковородинского района. Видео набрало 9 тысяч просмотров. На кадрах не только процесс лепки снеговиков, еще виды заснеженных улиц. Тем временем в комментариях подписчики хвастаются хорошей и, самое главное, теплой погодой в других регионах. А в Арсеньеве плюс 25. Не знаю, как вам, дорогие зрители, а мне очень жаль всегда с вами расставаться, потому что время в вашей компании летит незаметно, и я думаю, так будет всегда, пока мы с вами есть друг у друга. Для вас сегодня работала Алина Спаская, программа «Наше утро». Оставайтесь вместе с Амурским областным телевидением, еще увидимся обязательно в эфире. До встречи, хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова